Жители Гатчинского района вступили в решительную борьбу против строительства на территории Пудамягского сельского поселения индустриального парка Шаглина. Тогда нам надо Гатчину называть не Гатчина, город культуры, город царей, город писателя Куприна и так далее. А надо будет называть Гадчина, слово гадость, потому что тут все гадят в этой Гатчине. Инвестор не скрывает, индустриальный парк это комплекс по переработке отходов. Жители с игрой слов разобрались и будущему мусороперерабатывающему заводу и полигону в гостеприимстве решили отказать. Будет он в кубике утрамбован или будет он горой насыпан, это все равно будет гора отходов. Проект нового предприятия на бумагах красив и грандиозен. Мусор будут сортировать, разумно хранить, перерабатывать, извлекать из него всякие полезные ресурсы. Но этим благим целям жители не верят. То есть вот все вот эти обещания, которые когда-то мы слышали от одного полигона, я просто испытываю дежавю, потому что те же самые обещания я сейчас слышу от другой компании. Лукаши, Вярлева, Шаглина, Романовка, эти и другие поселения уже не один год соседствуют с полигоном Новый Свет Эко. Особенно условно живописный вид разворачивается отсюда, из деревни Руссолова. Вот колосятся сельскохозяйственные угодья, а вот она, свалка. Время идет, и горы мусора здесь все выше и выше. Если строить еще один полигон, завод, что угодно, то надо суммировать уже эти ущербы. То есть у нас попадать в грунтовые воды, воздух будет больше, и ПДК будет, скорее всего, превыше. То есть рядом строить полигон, это полная глупость. Несколько лет назад местные жители покупали землю и строили дома в экологически чистом месте, как им казалось. Многие даже не знали, что в нескольких километрах от деревни есть мусорный полигон. Его просто не было видно. Но за последние годы пейзаж здесь кардинально изменился. Свалка выросла в размерах, и люди уже не уверены, так ли хороша. Вода, которую они пьют, и картошка с морковкой, которую выращивают на своих огородах. Людмила переехала в прекрасную, как она считала, деревушку из курортного Алтая. Поехала за дочерьми. Сегодня историю своей семьи без слез рассказывать не может. Муж сегодня у меня раковый больной, инвалидность первая группа. Умерла собака у меня, онкология. У меня три внука маленьких, многодетная младшая дочь. Съехали от нас, снимают квартиру, волосом оживут, потому что здесь невыносимо жить. Воду жители деревни Русолово качают из скважин. Знают, что до нее совсем не глубоко. Мария Ивановна рассказывает, забуриться пришлось всего на 17 метров. Сейчас тепло, так пьем ее бедрами. Публичные слушания о внесении изменений в правила землепользования и застройки проходили бурно и на эмоциях. Маленький зал всех желающих послушать и высказаться не вместил. В какой-то момент мероприятие даже оказалось на грани срыва. В генплане, который утвердили три года назад, территория под индустриальный парк значится как промзона. Класс опасности первый. Значит, размещать там можно и заводы, и полигоны, и могильники. Нет у властей оснований им отказать. И жителям, и общественникам стало понятно. Борьба предстоит непростая, а результат небыстрый. Если по итогам слушаний в правила внесут предлагаемые изменения, то мусороперерабатывающего завода и полигона на карте поселения точно не будет. Другой вопрос. У спорной территории остается статус промышленной зоны. Все участники публичных слушаний подписали предложение изменить ее класс санитарной опасности с первого на четвертый и пятый. А в идеале, сошлись во мнении жителей, вообще внести изменения в генплан и исключить промышленную зону как факт. Процессы это не быстрые, но с чего-то надо начинать. Марина Челапко, Константин Корниенко. Последнее известие. Гатчинский район.